Здравствуйте! Вы смотрите видео, в котором рассказывается про исследование работы компании Freedom Finance. Само исследование вы найдете по ссылке под этим видео. Оно построено на совокупности фактов, которые удалось найти авторам о компании Freedom Finance в свободном доступе. Первый факт — это странный ребрендинг, который пришлось провести компании Freedom Finance. Если организация в какой-то момент существования меняет имя, то это может быть очень нехорошим знаком для ее настоящих и будущих клиентов. Обычно в финансовой сфере ребрендинг означает несостоятельность, то есть кидок своих клиентов, контрагентов и т.д. Авторам исследования поступают жалобы от трейдеров, торгующих с Freedom Finance. Вот, например, человек две недели деньги ждет и уже начинает подозревать плохой исход ситуации. Еще один факт — не в пользу компании. На привлечение клиентов работает колл-центр через так называемые холодные звонки, то есть берут телефоны из доступных источников, Авито, к примеру, и названивают всем, кому могут. Люди в основном воспринимают это как телефонный спам. Холодные звонки — это первое звено в типичной схеме работы мошеннических брокерских компаний или кухонных компаний, как называют таких мошенников на рынке Форекс. Месяцами звонят с уговорами, когда клиент наконец соглашается, его передают в следующие руки управляющему, который, по идее, должен пристроить деньги в рост. Ну а дальше деньги сливаются в карман к брокеру, а клиенты уверяют, что депозит был потерян на реальном рынке. Freedom Finance, кстати, напирает на клиентов, чтобы те брали кредиты. Больше вложишь — больше заработаешь. Об этом тоже в интернете авторы нашли отзыв. Это тоже один из любимых приемов брокеров-мошенников. Так что авторы исследования советуют быть очень аккуратными ввиду общей обстановке на брокерском рынке, где ежедневно теряют деньги сотни наивных людей. Дальше в статье отзывы с фактами о сливе. В отзыве рассказывается о потере более миллиона рублей. Клиентка отдала в доверительное управление миллион триста тысяч, а забрала через три месяца двести тысяч. Далее приведена переписка с представителями компании Freedom Finance, которые обратились к авторам исследования с требованиями снять статью и переписка с менеджером компании в попытке все же выяснить, является или нет компания форекс-брокером. Авторы предлагают ознакомиться с фактами и сделать вывод самостоятельно. После долгих разбирательств Freedom Finance грозит авторам исследования судебными разбирательствами, но авторы предлагают познакомиться с материалами о компании, найденными в сети. Все они представлены в статье. Ссылка, как мы помним, в описании к этому видео. Вот, например, скрин с сайта, посвященного поиску работы. Смотрите сами и решайте, это отзыв реально недовольного обманутого соискателя или просто черный пиар. Вот еще жалоба на постоянные звонки с требованием человека удалить номер из базы. А вот в этом отзыве сообщается, что после открытия счета представитель Freedom Finance приехал в офис к клиентке и сообщил об этом ее руководству. А это, по мнению автора отзыва, уже нарушение закона о персональных данных. Не устраивает клиентов режим работы компании. Вот в этом отзыве Янис сообщает, что с 25 декабря поддержка не выходила на связь. Но это понятно, новый год на носу, но можно было бы и предупредить клиентов заранее. И уж совсем нехорошим словом называют компанию автор этого отзыва. Его очень разозлили постоянные звонки от Freedom Финанс. Говорит, звонят, пока не заблокируешь их номер. А они начинают звонить с другого. Дальше авторы приводят типичную схему работы кухонных брокеров, которую надо всегда держать в уме, когда сотрудничаете с подобными организациями. Потом приведена краткая характеристика сайтов компании, в том числе индекс их цитирования, который, прямо скажем, невысок. Ну и в конце вывод о том, стоит ли нести деньги в компанию Freedom Finance. Это решение целиком остается за трейдером. Но авторы надеются, что вы взвесите все за и против. И в том числе учтете, что какими бы выгодными условиями вас не зазывала к себе компания, все риски остаются целиком и полностью на вас, на инвесторе. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, делайте репосты, распространяйте видео.